Друзья, всем привет! Сегодня будет простенькая самоделочка для мастерской, вернее для обустройства мастерской. Для данного проекта мне понадобился брус 50 на 50. Изначально хотел купить, потом вспомнил, что у меня есть еще обрезки досок. Решил прогнать их через фуганок и уже нарезать тот самый брус. Как видите, пользуюсь фуганком довольно-таки уже давно, показал себя с лучшей стороны. Конечно, не хватает рейсмуса. Друзья, подскажите, может кто-то знает, какой-нибудь бюджетный рейсмус хочу взять. Не знаю, по цене, может лучше взять бушный. Проконсультируйте, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну и после того, как все это профуговали, приступаю уже к циркулярке. Буду сейчас нарезать бруски. То есть из одной доски у меня получается два бруска. Размер бруса у меня получится 45 на 45, потому что доски были полтинник. Плюс еще после фуганка они стали намного меньше, поэтому решил сделать 45 на 45. Этого будет вполне достаточно для нашей самоделочки. Поэтому, если есть возможность купить, то можно купить, конечно, готовые бруски уже. Затем данные бруски нам нужно нарезать в размер. То есть из одной доски у нас получилось два бруска. Вот один брусок мы отмеряем метр. И другой брусок отмеряем по 300 миллиметров. То есть получается, вот в данном случае у меня четыре заготовки. Ну и торцуем. Как недавно я сделал торцовочный стул. Кстати, очень удобно. Как вы видите, сейчас я ставлю упор. И отрезаю все в один размер. Очень удобно и быстро. То есть поставили упор. Можно было бы, конечно, еще и тетрек поставить. Ну, вполне можно обойтись вот таким простеньким упором. И вполне этого будет достаточно. Затем нам понадобится листовой материал. Ширина 30-40 миллиметров. Разметку делаем следующим способом. Сначала отмечаем 50 миллиметров. Затем 100. Опять 50-100. А с другой стороны наоборот. Сначала 100, потом 50. Опять 100-50. Ну и отмечаем, то есть проводим линии. Должны получиться вот такие клинья. Таких клиньев у нас должно получиться 24 штуки. После того, как сделали разметку, решил нарезать эти клинья ручной циркулярной пилой. Недавно приобрел аккумуляторную. Давно уже хотел попробовать поработать с аккумуляторной. Есть сетевые, но сами понимаете, иногда удобнее намного пользоваться аккумуляторной. Тем более, я работаю не сказать, что много. И я думаю, этого у меня будет вполне достаточно. Кстати, если кто работал аккумуляторной, напишите комментарий, как вам вообще. Ну и вот отрезаю клинья. Как еще раз повторюсь, должно получиться 24 штуки. После того, как нарежем клинья, можно немножечко шлифануть, то есть обработать наши заготовки от заусенцев, и уже приступать к сборке. К сборке приступаем следующим образом, как вы видите. Берем одну заготовку, которая у нас 300 миллиметров, и крепим к ней клин. Саморезов не жалеем, как говорится. Я в данном случае использовал 5 саморезов где-то. Можно больше использовать. Почему больше, потом вы поймете. То есть, чем больше нагрузка, какой вы будете нагрузку давать на этот клин, тем больше и саморезов нужно прикручивать. Также, как видите, у меня появился новый шуруповерт. Тоже от компании Greenworks. Взял бесщеточный. Давно уже хотел попробовать. Это все хвалят, хвалят эти бесщеточные. Да, он немножко, конечно, тяжеловат, но крутит он, конечно, у него мощи за... Просто, ну, много зашкаливает мощь. Также к нему идет еще дополнительная рукоятка, но ей я не пользовался. Пробовал также сверлить перевым сверлом. Вообще не чувствует нагрузки. Посмотрим, конечно, в дальнейшем, как будет он себя показывать. Ну и вот такие клинья у нас получаются. Затем делаем разметку на метровом брусе. Отмечаем 12 сантиметров, 54 и 95 с половиной. Опять же скажу, кому-то удобнее говорить в миллиметрах размеры. Я как-то отношусь к этому более спокойно. Могу и в сантиметрах, и в миллиметрах. Ну и закрепляем наши клинья вот таким способом. Должно получиться угол 90 градусов. Также приложил угольник и начинаю закреплять. Закрепляем с двух сторон. Закрепляю я с одной стороны 3-4 самореза. Этого будет вполне достаточно. Ну и с другой стороны также 3-4 самореза. Ну и вот как видим, первый я закрепил на клин. Вот так у меня получилось. Вот закрепляю второй. Это тот клин, который был на расстоянии 54 сантиметра. Ну и закрепляем последний, который был у нас на расстоянии 95 с половиной. Вот что у нас получилось. Ну и весь итог, к чему все это делалось. Как видите, здесь угол у меня весь заставлен различными обрезками. Фанера, доски какие-то. Я не знаю, там упор для фрезерного стола. Наши заготовки закрепляю на стене. То есть взял уровень, сначала снизу закрепил, затем уже сверху. И таким способом закрепляем наши заготовки. Все делаю по уровню, чтобы был на одним уровне, как говорится. Опять же, креплю все шуриком на саморезы. Саморезы взял сотку. Этого будет вполне достаточно. Ну и начинаю складывать все по своим полочкам. Выглядит, конечно, все красиво. Итак, друзья, вот такой стеллажный досок у нас получился. Он небольшой. Доски сюда будут влазить. Самый большой размер 2,20. То есть двухметровые доски сюда спокойно встанут. Этого мне будет достаточно. Ну и сейчас поставлю сюда торцовочку. И токарник планирую тоже сюда поставить. Посмотрим, как все это будет выглядеть. Итак, друзья, вот как выглядит готовый результат. Установил сюда торцовку. Здесь у меня токарник, тумбочка. Все разложил по полочкам. То есть каждые дощечки теперь намного будет проще найти. Также здесь полочку задействовал под фанеру. Небольшие обрезки. Также хранится у меня здесь упор для фрезерного стола. То есть все на своем месте. И все будет намного проще найти. Вот такая вот самоделка у нас сегодня с вами получилась. Довольно-таки простая в изготовлении. Но очень полезная для мастерской. На этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет внизу в описании. Ну а мы прощаемся. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok